всем привет скутки с альфа 6 как я обещал давайте посвятим этой программке очень хорошей программе недооцененной пару роликов как что здесь делается и что можно в ней делать вообще когда мы сделали вот такую вот модель уже полностью какие-то детали скульптус какие-то взбраж как это все закинуть теперь скульптус альфа 6 погнали разбираться жмем сферу нажимаем новая вот появляется на сферы колесико уменьшает прибавляет все это уже по прошлым роликом вам наверно понятно так теперь жмем общ находим где находятся наши все модели и жмем первую модель подгружаем жмем новая сцена немножко ждем это вот как всегда программа вот подключилась первая модель это грудь вот такой прикольный что нужно сделать теперь дальше нам это подгрузить другие уже модели жмем общ находим вторую модель жмем открыть и жмем от общ вот появляется такая сфера ее нужно в бок чуть нажимаете левой кнопкой мыши и жмете ок ну и опять же в ожидании вот подгрузился наш динамит все нормально вы видите что все разбилось по саптулам теперь на несколько саптулов это все поделилась скульптис альфа 6 и вот теперь что нам нужно сделать подгрузить третью деталь и потом я расскажу что уже проблемы какие в скульптис альфа 6 опять же жмем от общ отводим в бок и жмем опять же на поверхности левой кнопкой мыши на рабочем экране так вот подгрузилась гора есть динамит и есть грудь и мы видим что внизу вот здесь вот в углу показывают что уже восемьсот тридцать восемь тысяч триангуляции это триангуляция полигоны восемьсот тридцать восемь тысяч двести пятьдесят полигонов это многовато жмем control и снимаем маску что нам нужно сделать нам нужно теперь понизить полигонаж вот этой всей модели иначе уже четвертая деталь не подгрузится мы включаем в рф фрейм вот эту в фрейм и жмем вот эту радукцию селекшет селекция понижение полигонов скульптис альфа 6 идет от больших к низшим так что самые большие полигоны с них будет начинать уменьшение если где-то полигоны маленькие она их не затронет она просто будет идти как я и сказал именно с верхних частей к нижним так теперь у нас 6 694 тысячи полигонов вроде бы достаточно ну давайте еще немножко уменьшим посмотрим как это выйдет хотя бы до 500 500 тысяч полигонов это нормально вот именно скульптис альфа 6 работает 500 тысяч полигонов она принимает нормально если идет свыше 600 700 все тут начинается у нее уже вылетать начинает начинает гнать так что вот четыреста тридцать две тысячи полигонов уже у нас и нам этого достаточно отключаем в фрейм вот этот и надо подгрузить теперь четвертого персонажа жмем общ находим нашего четвертого персонажа и жмем этот пункт вы видите что стала одна поле полигруппа без маски работать с этим нельзя но сейчас когда подключится четвертый персонаж все опять поделится именно по полигруппам по тулам раскидается опять же если вы делаете полигруппы именно модель идет с полигруппами запраш то здесь все то же самое будет выделяться именно по полигруппам допустим у динамита ручки выделиться или еще что-нибудь там возможно рука возможно голова делится так что вы за этим внимательно следите конечно хорошо скульптис использовать одну полигруппу так вот четыре персонажа у нас уже подключились все вы видите что все крутится нормально у нас 938 тысяч полигонов все пойдет так ну что начинаем теперь с этим делом работать вот у нас выделен енот ракета вот у нас стоит граб включен глобал и этим делом с помощью мы можем теперь все это дело прибавлять переносить мы можем переносить модель куда угодно можем также вот все двигать вместе можно направить на енота и вот именно водить енотом левой кнопкой мыши и зажатым альтом так что еще можно сделать давайте прибавим размере еноту включим скайл включаем скайл должно быть включено global и вот это x y z ось теперь жмем alt отводим на себя если то он уменьшается если от себя мышку ведем то персонаж будет увеличивать а теперь чтобы его поставить на нужное место нужно зажать alt и вот так вот перенести должен быть включен граб теперь перекручиваем модель колесиком можно уменьшить и альтом вот так вот перенести устанавливаем переключаем жмем на любой саптул он выделяется и также с помощью альта мы его передвигаем именно вот куда нам надо следом ставим скалу нажимаем на нее переключаемся shift правая кнопка мыши выравнивает модель и получается надо это все дело прибавить альт и начинаем все это дело скайлом прибавлять так скала прибавлено выравниваем shift правая кнопка мыши колесиком чуть-чуть уменьшаем и теперь с помощью граба все это дело с помощью зажатого альта и левой кнопкой мыши перетаскиваем вот так вот устанавливаем теперь на этом месте надо нам разместить именно правильных персонажей нажимаем на ракету и с помощью опять же граба и зажатого альта его помещаем на то место где он должен быть это смотрим сверху сбоку снизу не забываем этот момент так теперь нажимаем на гру то и теперь гру то немножко надо поднять вот так вот и немножко давайте его уменьшим с помощью скайл включены xyz и global альт зажатая и уводим вот так вот теперь все это дело помощью граба подставляем куда нам надо и опять же смотрим сверху чтобы все это было на своих местах вот так вот так скала слишком маленькая давайте скалу теперь еще немножко увеличим нажмем на скалу нажмем опять же на скайл и с помощью альт и правой кнопкой мыши вот так все это дело прибавим с помощью global опять же все это дело альт левая кнопка мыши отрегулируем смотрим как это все установлено вот так вот даже прикольней стало что вписался в этот угол вписался в этот угол модель так жмем на ракету и ракету немножко давайте в боку так вот отведем так как его можно перекрутить здесь нам поможет ротация вот это вот и с помощью вот этого круга мы можем его вертеть как нам угодно в любую сторону вот чуть боком поставим вот так вот и с помощью теперь граба давайте немножко его уведем вот так вот вниз опять же все смотрите чтобы здесь нормально становилось чтобы не было такого что допустим ракета будет очень далеко динамит слишком близко где то будет скорее там ну на нюансы эти смотрите слов так ну в принципе вот все хорошо установилось ракурсы есть все красиво все нормально модель вы видите крутится хорошо быстренько легенько у нас почти один миллион полигонов и вот вы видите что скульптура все это дело держит так динамит вы видите что динамит разбит по полигруппам и вот вы видите что ручки отдельно все можно в каждую деталь тут двигать если вы все всю модель разобьете по полигруппам ctrl z все это дело возвращает на прежнее место как и в the brush ctrl shift и z возвращает если вы что-то проскочили какой-то момент и надо вернуться на шаг вперед на шаг назад это ctrl z так ну вот все теперь можно снять маску ctrl левая кнопка мыши и вот вы получаете уже готовую модель объединенную теперь вы можете выставлять как вам нужно вот так вот также перекручивать ее правая кнопка мыши крутит и правая кнопка мыши передвигает зажатый альт опять же можно без альта но альт передвигает зажатый а крутит просто правая кнопка мыши так что еще здесь можно сделать табуляция отключает интерфейс и вы получаете полностью одну пустую картинку без всяких надписей кнопок и так далее теперь можно снять скриншот вот таким вот образом и все это установить допустим на рабочий стол или обработать уже где-то вот такая прикольная штука скульптис альфа 6 всем рекомендую можно здесь сделать такие вещи что мама не горюй недооцененная программка вот так все это будет выглядеть если вы включите табуляцию здесь можно менять цветовые вот это материал световой любой ставите и вот можно подгружать свой материал делать я уже объяснял в прошлых видео как это делается можно делать любые оттенки любой цвет и так далее ну мне больше нравится глина хотя все меня критикуют за то что тот кто работает в 3d моделировании никогда не позволит себе использовать именно красную глину в работе она считается как стрём что ли я не знаю это уже на их понимании как то так вот это вот детализация она именно позволяет работать на верхних и низших уровнях саптулов полигонов пардон если выключено то вы будете что то делать полигоны расти не будет а если вы будете работать на высоких уровнях то будет скакать полигонаж так ну в принципе все что я хотел рассказать в этом видео все всем пока до свидания не правило